МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллеги из Минска побывали на массовом десантировании белорусских ВДВ из транспортных самолетов Ил-76. Они расскажут в деталях и покажут, как происходит массовая высадка десанта. Аэродром Мочулищи к взлету готовится. Красавец-гигант Ил-76 МД. Сегодня у него непростая миссия. Из самолета будут десантироваться подразделения сил специальных операций. Большая часть ответственности за десантирование лежит на экипаже транспортного самолета. Здесь необходимо четко выйти на боевой путь, строго выдерживать заданные курсы, боевой курс, так, высоту, скорость. Ил-76 МД специально проектировался для массовой высадки десанта. В грузовом отсеке помещается до 130 парашютистов. Они могут прыгать сразу в три потока. Два из боковых люков и третий из грузового пандуса. Лучше всего размеры этого самолета ощущаешь, когда находишься в воздухе на борту. Находишься на борту один. В футболке, конечно, не сыграешь. Но вот совершить легкую прогулку, побродить можно запросто. Для десантника важно совершать прыжки с парашютом. Каждый десантник должен совершить хотя бы один прыжок с парашютом. Только для того, чтобы десантник смог себя перебороть. Перебороть в экстремальной ситуации. Если он в состоянии сделать шаг из летательного аппарата, значит, ему подвластны любые задачи. Бойцы поднимаются на борт. На каждом два парашюта. Основной и запасной. Автомат, вещмешок. А у саперов еще и сумка со взрывчаткой. Всего каждый голубой берет может нести до 60 килограммов. Давно ждал этого прыжка. Это мечта, я думаю, каждого десантника прыгнуть с 76-го. Руление, разбег, взлет. Парашютисты спокойны. Сказывается богатый опыт. Прыжок из Ила считается сложным. К нему допускают только после десантирования из вертолета или легкого самолета Ан-2. Поэтому здесь даже девушки с парашютом на «ты». Мне это очень нравится, поэтому я пришла в 63-ю мобильную бригаду. Я занималась парашютным спортом. Вот это моя стихия, мне нравится. Рев сирены предупреждает, что скоро зона высадки. Загорается зеленый фонарь. Первый пошел. Ощущение не для слабонервных. Высота 800 метров. Скорость самолета 300 км в час. Десантники в два потока с интервалом менее секунды выпрыгивают из самолета. Всего в этот день десантировались 120 парашютистов сил специальных операций. В СНГ такую масштабную высадку могут устроить, пожалуй, только в России. Константин Гагарин, Игорь Ребек, Дмитрий Оксанченко. При содействии ВНТВ, Беларусь.